Нефтяники окажут помощь Ненецкой окружной больнице в приобретении необходимого оборудования для кабинета лечебной физкультуры и спортивной медицины. Такое решение принято на очередном заседании администрации округа. Для оснащения кабинета всем необходимым понадобится порядка 423 тысяч рублей. Наша съемочная группа решила выяснить, на что будут потрачены средства и в каких условиях оздоравливаются северяне сейчас. После травмы плечевого сустава Анна Леонидовна поняла, что самостоятельно восстановиться она не сможет и отправилась в кабинет лечебной физкультуры. Вот уже на протяжении двух недель женщина старательно пытается привести в норму плечо. Результатами лечения пациентка кабинета довольна, но недовольна только самим кабинетом. И помещение им надо какое-то новое побольше. Ходят люди сюда и после инсультники занимаются. Потому что я была в группе, где после инсультники занимались. Им тоже заниматься, по идее, кроме палочек вот этих, нечем. Палочки, мечи, резинки, растяжение. Но все-то не хватает. Вы сами видите, сегодня народу очень много, а помещение маленькое, душно. Сейчас кабинет располагается в старом здании окружной больницы на втором этаже. Всего на 25 метрах. Специалистам по ЛФК и спортивной медицине приходится делить его по полдня. Вместо кондиционера раскрытый на распашку окна и старенький вентилятор. Вместо специального покрытия – ковролин. Сумки больные оставляют прямо на полу в коридоре. Некоторые из-за отсутствия места здесь же выполняют ряд упражнений. В таких условиях в день здесь занимается около 50 пациентов. Дело очень важное. Результаты мы получаем очень хорошие с людьми. Это прямо видно. За неделю, за две буквально восстанавливаем. Но сами видите, какой у нас зал. Поэтому это, конечно, очень большая проблема. Работаем без тренажеров. Это тоже очень важно иметь. В разы быстрее восстановление будет. А так люди очень довольны, ходят, занимаются. Кабинет спортивной медицины, где инструктором работает Ирина Терещенко, открыт в Ненецком округе с 2012 года. Сейчас он не функционирует. В нем, так же, как и в кабинете ЛФК, нет ни должного оборудования, ни подходящей площади. Тренер пытается хоть что-то сделать своими руками. На собственные средства заказала баннер. Но в любом случае без помощи не обойтись. Все должно быть. Современное оборудование должно быть. Обязательно механотерапия. У нас ее вообще нет. То есть это тренажеры. Потому что у нас много поступает с травмами. В основном с травмами. Вот травматолог ортопед нас очень хорошо работает. В этом плане направляет именно на замкотку суставов. У нас должны быть мечи. У нас должны быть современные покрытия. У нас должны быть коврики. Ну, все должно быть. Палочки. Вот как вот на этой картине вы можете посмотреть. Вот это и должно быть в зале МВК. Все радостно и позитивно. Человек должен понимать, что движение – это жизнь. И это должно быть только позитивно. По словам неравнодушной и любящей свое дело женщины, новое помещение и специальное оборудование она просит давно, но тщетно. Дело сдвинулось после обращения к главе региона Игорю Кошину. На очередном заседании администрации округа было одобрено решение о выделении 423 тысяч рублей для оснащения кабинета всем необходимым. С методом мероприятия предусмотрено приобретение гимнастических палок, массажных мячей, массажных ковриков и тренажеров. Данные средства планируется выделить из внебюджетных источников в рамках исполнения соглашения о взаимодействии в области социально-экономического сотрудничества между администрацией Ненинского округа и нефтяной компанией «Востокнау». Деньги в ближайшее время должны поступить на расчетный счет Ненинской окружной больницы. Елена Семеновичева, Антон Водряков, Телеканал «Север».